Всем привет, уважаемые зрители! С вами канал Аккумуляторщик. И продолжая тему об обслуживании аккумуляторов, о их видах, обслуживаемый и не обслуживаемый аккумулятор, хотел бы вам показать сегодня наглядный пример как раз вот этого обслуживаемого аккумулятора. Как я считаю, как я в предыдущем видео уже рассказывал, что многие делят на типы обслуживаемого и не обслуживаемого, там наличие отсутствия пробок, там по их видам малосурмянистые гибридные или кальцевые, это все, ребята, брехня, я вам скажу. И вот те люди, которые правда разбираются, они меня на самом деле поддержат. Многие скажут, ой, опять чувак на ютубе чушь несет какую-то, но на самом деле, ребята, это не так. Мы работаем с аккумуляторами, и мы это выслушиваем каждый раз, что какой лучше обслуживаемый и не обслуживаемый. Ребят, вот обслуживаемый аккумулятор, это вот такой. Вот он. Таких уже сейчас не делают, не выпускают, и вот все, что осталось, их сейчас несут на металлолом. Рассказываю сразу, это 140-й аккумулятор, весит он 50 кг. Напомню, сейчас 190-е, весят 50 кг, и по размеру, соответственно, один в один. То есть, заметьте, да, что емкость намного меньше. И себя представляю, вот такая вот у него ручка металлическая, смотрите. Это вот, это дерево, деревянный корпус. Сверху вот это, это типа гудрона, такая специальная мастика, которой заливаются баночки. Вот это называется отдельно аккумулятор. Вместе называется аккумуляторная батарея. Сверху идут свинцовые перегородки, как шина идет, шина соединительная. Вот. И все это дело, так скажем, выводится вот на плюс, на минус. Почему этот аккумулятор называется обслуживаемый, многие меня спросят. Да потому что ранее, когда вот были там 80-х, годах, наверное, в 90-х, там, может быть, в 2000-х, эти аккумуляторы активно ремонтировались. И они называются либо ремонтопригодными, либо обслуживаемыми аккумуляторами. В них можно было, если у вас замкнула банка, например, вот это, спокойно вот так вот это отпиливается, либо как-то сваривается, убирается вот эта мастика, довольно-таки просто. И вот этот аккумулятор отдельно, он вытаскивается, выкидывается, ставится новый, все это дело обратно прикрепляется, и все, собственно, аккумулятор у вас рабочий. Также проводились капитальные ремонты данных аккумуляторов. То есть, когда убиралось все содержимое, то есть, оставлялась шина, оставлялся корпус, собственно говоря, и, соответственно, мастика. Ее заново потом заливали, все аккумуляторы ставили новые, все это обратно делалось, заливался электролит. Собственно говоря, оттуда и пошло вот этот тренд по замене электролита. Когда вот сейчас приходят вот в таких пластиковых аккумуляторах, говорят, а давайте вот у меня почернел электролит, давайте поменяем электролит, я знаю, вот можно. Можно это, ребят, делать вот в таких как раз аккумуляторах. Когда производится капремонт аккумулятора, тогда все баночки меняются, и, соответственно, заливаются новые электролиты. По факту у вас в этом же корпусе, но становится новый аккумулятор. С пластиком такое дело уже не проходит. Он, по факту, можно сказать, одноразовый. То есть, манипуляций с ним никаких там проводить не стоит, чтобы его оживить там, либо еще что-то сделать. Он одноразовый, ребят. Вот этот вот аккумулятор, он вот как раз многоразовый. Почему они вышли из обихода? Ну, опять же говорю, его вес, его габариты, то есть большие. Соответственно, отсутствие гарантийных мастерских, ну, не гарантийных, по обслуживанию, да, мастерских. По факту их на данный момент нет, никто не занимается вот такого рода на данный момент ремонтом таких аккумуляторов. Во-первых, это дорого. А во-вторых, это работа мастера. И то есть, это время, это деньги. И то есть, сейчас невыгодно просто иметь такие аккумуляторы. Ну, естественно, как я уже говорил, его вот эти габариты. И то, что вот сейчас осталось, это вот в ближайшее время, они вот такого плана уже, аккумуляторы исчезнут. Вот, сейчас для обычного пользователя, то есть, выгоднее, так скажем, проще купить вот обычный в пластиковом корпусе аккумулятор, поездить на нём и с чистой душой сдать его, и, значит, купить новый. Это будет и дешевле, и проще, нежели такой. Его нужно сдать, его нужно отремонтировать, это опять деньги, это опять там не факт, что там другие банки у него нормальные, а провести полный капитальный ремонт аккумулятора, это выходит в стоимость, наверное, выйдет, ну, наверное, двух, двух, наверное, современных вот этих аккумуляторов. Вот, поэтому, что я хочу сказать. Ребята, вот, когда вы спросите, какой лучше обслуживаемый, не обслуживаемый, ребят, обслуживаемый вот такой, вот все остальные вот такие вот, это не обслуживаемый, я считаю. И, ну, я думаю, что это одно из правильных, на самом деле, мнений. И сейчас, как бы, выбор у вас, на самом деле, не стоит между таким и таким аккумулятором. У вас выбор стоит между пробочным и беспробочным аккумулятором. Берите, конечно же, я считаю, на мой взгляд, лучше взять с пробками. На всякий случай, что если туда подлить, можно, по крайней мере, залезть, посмотреть, там, оценить состояние электролита, плотность, цвет, там, и так далее. Вот. А этот аккумулятор, относительно этого, можно полностью перебрать и сделать. С тем ничего нельзя сделать. Одноразовая батарейка. Ну, ладно, ребят, если есть вопросы какие-то, задавайте, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok